Чистое небо, мягкая посадка. На трассу Минск-Гомель приземлялись военные самолеты. В стране прошел заключительный этап подготовки к совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». История жива, пока живы ее свидетели. Хочется помочь людям, особенно людям пожилого возраста. В Бавруйске прошел двухдневный семинар ветеранов труда. Светофоры подвели. Он виноват, он выскочил. У нас есть свидетель с маршрутки. Маршрутки 6 человек видели. Два автомобиля в Бавруйске не поделили перекресток. Транспортные средства получили механические повреждения. Человеческих жертв нет. Анны, Миги, Су и Як. Военные самолеты сели на трассу Минск-Могилев. В стране прошел заключительный этап подготовки к совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Для совместных действий в ходе учения с авиацией на военные аэродромы Беларуси перебазированы самолеты и вертолеты Воздушно-космических сил ВС России. Первым на автомобильный участок дороги приземлился транспортный Ан-26. Через 10 минут этот же маневр парно совершили истребители МиГ-29, штурмовики Су-25 и учебно-боевые Як-130. Сложности тут, что маленькая площадка, вы видите сами, то немножко на грунт пришлось выкладывать плиты. Сложность и напряженность чуть-чуть выше уличного состава. То есть повышенного внимания требует повышенное соблюдение повышенных мер безопасности при подготовке авиационной техники, тем более с авиационными средствами поражения. Посадка на автомобильный участок дороги – один из сложнейших элементов, так как площадка не оборудована аэродромной системой и навигацией. Дмитрий Михайлов не без девятого класса. Сегодня командир авиационного звена впервые посадил самолет в экстремальных условиях. Здесь только стоит ближняя приводная станция, больше ничего. Ну и летчик должен рассчитывать при заходе на посадку все это глазомерно. Точка, куда снижаться. Следующий этап – это, наверное, посадка на авианосец. Это, наверное, самая сложная задача, наверное. Потому что там авианосец движется, надо учитывать и скорость. Приземление на автомобильный участок дороги существенно повышает мастерство экипажей, вырабатывает у них психологическую готовность выполнять боевые задачи при рассредоточении авиации. Посадка произошла мягко, штатно. Считаю, что подготовка пилотов соответствует их уровню. Тот, который заявлен, так сказать, в получении классной квалификации. Выполнена посадка штатно, никаких отклонений нет. Ничто больше так не радует, как штатная работа. Я думаю, что никаких отклонений и новостей, чтобы не требовался ни героизм – это самое лучшее. Поэтому, считаю, уровень подготовки очень высокий. По замыслу учения авиационные воинские части должны были вывести авиацию из-под возможных ракетных ударов по аэродромам рассредоточения. Воинские части обеспечения подготовили необходимое количество аэродромных участков дорог для приема самолетов и вертолетов. Создали необходимые запасы материальных и авиационных средств поражения. Доставлены были сюда средства поражения с аэродрома «Лида». Вы наблюдали, могли наблюдать выгрузку. Значит, сейчас эти средства, вы можете видеть, подвешены на штурмовики. Они выполнят взлет, истребители обеспечат их прикрытие, доведут до полигона «Неман», на котором на полигоне «Неман» будет выполнено боевое применение в рамках оперативно-тактического учения с авиацией. Инженерно-аэродромные подразделения провели тщательную проверку и подготовку полотна автомобильной дороги к приему авиации. Работы проводились силами 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка и аэродромных подразделений 61-й истребительной авиационной базы и 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы. Работы были выполнены в установленный срок с высоким качеством, что позволило осуществить безаварийную посадку авиации ВВС и войск ПВО на данный участок дороги. До прибытия инженерно-аэродромных подразделений воинские части сухопутных войск и сил спецопераций провели разведку местности и ликвидировали боеприпасы и взрывчатые вещества. Военные метеорологи в реальном режиме отслеживали погодные условия. Ни погода, ни отсутствие у летчиков, опыта подсадки самолетов на автомобильный участок дорог не помешали выполнить задачу на отлично. Диана Унфольд, Иван Боровой, трасса «Минск-Могилев» специально для сегодня в Бобруйске. История жива, пока живы свидетели событий прошлых лет. Поэтому задача каждой ветеранской организации – способствовать улучшению качества жизни ветеранов. Хочется помочь людям, особенно людям пожилого возраста, детям войны, которые женщина всю войну прошла на территории, оккупированной фашистами, прожила эту тяжелейшую жизнь. И сейчас она живет одна, никому даже помочь порой. А для этого и мы, наш районный совет ветеранов, ваша первичная организация, завода, и помогаем таким людям. На областной семинар в Бобруйск приехали представители ветеранских организаций «Могилевщины». Двухдневный визит в город на Березине представителей ветеранского движения – не только замечательная возможность обменяться опытом, пообщаться, подискутировать с коллегами, но и познакомиться с жизнью культурной столицы 2017. Цель наша самая благородная – как лучше, как действеннее социально поддерживать ветеранов, которые представляют собой в нашей Могилевской области 258 тысяч человек. Бобруйск выбор не случайно. Мы знаем, что через все системы работы социальной поддержки ветеранских наших лидеров и рядового сословия – самое-самое достойное. 30 участников семинара встретились с руководством города, почтили память воинов советской армии, погибших в годы войны, посетили первички предприятий «Белшина» и завод «ТДА». Наведались в территориальный центр соцобслуживания населения Первомайского района и Краеведческий музей. На пленарном заседании подвели итоги встречи. Учителя-предметники будут повышать квалификацию по новым учебным программам, сообщает «Белта». Новое поколение учебных программ ориентировано на наиболее актуальные для педагогов-практиков проблемы. Модульное построение позволит педагогу выбирать собственные из более 200 вариантов обучения. Продолжением работы в этом направлении станет создание электронного банка учебных модулей и размещение в сетевом доступе учебных материалов по их реализации, а также подготовка методистов-тьютеров. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит мониторинг рынка лекарств, сообщает «Белта». С 23 августа по 18 сентября любой гражданин Беларуси может позвонить по номеру телефона в Минске и сообщить о фактах роста цен, о различных ценах на одни и те же лекарства в разных аптеках, об отсутствии в продаже тех или иных препаратов, а также о других проблемных вопросах, касающихся обеспеченности лекарствами. Звонки на горячую линию будут приниматься в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18. В сообщении нужно обязательно указать субъект хозяйствования и его адрес. Каждый факт будет изучен, при необходимости будут приняты меры в соответствии с законодательством, обещают в Министерстве. Скидки от 10 до 50% в эти выходные предлагают магазины и торговые центры «Бобруйска». 26-27 августа магазин «Ткани, ковры» и «Веломота» предлагают 10% скидку. От 10 до 50% дешевле можно будет купить одежду от «Светанка» и «Калинки», «Жлобинских швейников» и «Элис» в разных магазинах города. «Универмаг» предлагает бытовую технику «Атланты Гефест» с 10% скидкой, мягкую мебель от «Пинск-Древ» дешевле на 20%. С 8% начинается скидочный ряд в доме обуви. Магазины «Элема» предлагают 30% скидки на костюмы, а женские пальто и плащи готовы продать за полцены. Два автомобиля не поделили перекресток улиц Гоголя и советской в Бобруйске. «Ауди» и «Вольво» столкнулись в разгар рабочего дня. Первая с полным салоном пассажиров ехала от площади Ленина в сторону гостиницы «Бобруйск». Вторая двигалась по улице Гоголя. Немец врезался в шведа. От удара его развернуло на 360 градусов. В первые минуты после аварии эмоции участников зашкаливают. Горел зеленый свет. Откуда он взял, что выскочил? У него был красный свет. Посмотрите, он на такой скорости летел, что его развернуло даже. Никто без детьми не поехал на красный свет. У нас в машине двое малолетних детей. Девочке 11 лет, мальчишке 12 лет. И мы всегда, по-первых, не наша машина, сына. Мы уже боялись в это что-нибудь. Он виноват. Он выскочил. У нас есть свидетель с маршрутки. В маршрутке 6 человек видели. Ехал на зеленый свет. Перекрестку подъехал на зеленый. Я на перекресток загорелся желтый. Да не загорелся. Загорелся желтый. Нам загорелся желтый, нам загорелся красный. Я не знаю, почему он загорелся, вы подскочили. На красный я не мог же поехать. Я ехал на зеленый, на перекрестке загорелся желтый. От силы удара при столкновении в «Вольво» сработала подушка безопасности. Механические повреждения получила левое крыло машины. «Ауди» отделалась легким испугом водителей и пассажиров. Разбираться в деталях ДТП, кто же действительно ехал на зеленый сигнал светофора, а кто пренебрег правилами дорожного движения, будут сотрудники госавтоинспекции. К счастью, человеческих жертв нет. Две награды завоевали белорусские спортсменки на чемпионате мира по спортивной борьбе в Париже. Бобручанки Ирина Курочкина и Ванесса Каладинская. Ирина выиграла бронзу в категории до 55 килограммов в поединке за медаль, обыграв француженку Матильду Ривери. Ванесса Каладинская взяла золото мира. На пути в финал она выиграла схватки у представительниц Молдовы, Греции и Румынии. В финале в тяжелейшем противостоянии с японкой Ванесса сначала упустила стремительный захват соперницы и отдала преимущество в счете 0-6. Однако за две секунды до конца поединка сумела привинтить японку к ковру и, почти уложив в туше, подарила поклонникам яркую победу со счетом 8-6. В соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин на Всемирной универсиаде в Тайбэе в категории до 75 килограммов Бобручанка Дарья Наумова стала второй. Ее результат – 240 килограммов в двоеборье. Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро вела упорную борьбу с представительницей хозяев соревнований Яо Чилинь. После рывка обе спортсменки показали одинаковый результат – 105 килограммов, но Бобручанка занимала третью строку в протоколе, уступив по собственному весу. В толчке, который считается основным упражнением для Дарьи Наумовой, она подняла штангу весом 130 килограммов против 126 у соперницы. Во втором выходе на помост закрепила свой успех, справившись с весом в 135 килограммов.